Здравствуйте, друзья! Теперь у нас продолжение темы кокошников. Испанский стыд в кокошниках. Читаем заметки по геостратегии Андрея Юрьевича Школьникова. И сейчас это будет раздел общества. Не все поняли моего восторга, здесь в кавычках, от проведения хороводов в кокошниках. Остановимся поподробнее. Ничего не имею против хороводов и кокошников, но все должно быть к месту. Посмотрите еще раз внимательно на видео. Видео представлено на канале Геостратег. На новом и современном стадионе, рассчитанном на 45 тысяч человек, даже не будем вспоминать, сколько он стоит и оценивать, во сколько обходится бюджету его содержание, во время матча при пустых трибунах, вместо наслаждения изысканным зрелищем и получением эмоций, несколько сотен людей в кокошниках вводят хоровод. Есть большие шансы, что значимая часть присутствующих – это нагнанные в обязательном порядке бюджетники, которым глубоко наплевать на футбол. Очень хочется развидеть и забыть этот позор и ужас. Мировая система спорта умирает, превратившись в болото, политически обслуживающее любые прихоти с Запада, даже не вспоминая про спортивные принципы, а на экономическом уровне вводчина криминала, коррупции и удовлетворение амбиций различных нуворишей, которым не подпускают к реальным делам. Ситуация в России имеет свои особенности, но принципиально ничем не отличается. Возникает вопрос, как вернуть зрителей на трибуны и сделать нормальное зрелище. Для лечения ситуации начать нужно с совершенно понятных и простых вещей. Давайте перечислим. Отменить фан-айди, вернув настоящих болельщиков на стадионы несколько месяцев, и средняя численность вернется на минимальные уровни до введения. Ну а далее придется вновь формировать культуру хождения. Второе. Уволить 80-90% чиновников и функционеров, набрав на место людей с улицы с базовым образованием, убирая любых связанных с корпоративным сектором, особенно Газпром, так как все ключевые позиции и положения, чего изволите, из их корпоративной культуры перекочевала в футбол. Футбольных агентов объявить вне закона, а схемы и вознаграждения приравнять к мошенничеству. На несколько лет до появления новой международной системы ввести потолки по зарплатам игроков, чтобы средний игрок на руки получал не сильно выше, чем в Европе, с учетом покупательной способности – самое оно. Отъезд десятка настоящих талантов на время – терпимо. Привязать максимальный размер бюджета клубов к сборам за билеты. Условно говоря, не менее 15-20% – надо смотреть цифры. С этого надо начинать. Это вариант жесткой зачистки. Далее нужно будет менять и корректировать по ходу, вслед за очищением и улучшением. Но без подобной шоковой терапии уже не спасти. Нужны другие врачи, может быть, даже ветеринары. И да, нахожусь в замешательстве, ведь кокошник – женский головной убор, в котором стояли мужчины. Вот интересно, а не было ли в этом пропаганды, перверсии и солидаризации с запрещенным в России движением? А ведь там были и дети. Как обычно у Андрея Юрьевича троеточие и улыбочка. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк, если понравилось. Желаю вам всего хорошего. Интересно, есть ли у нас на канале футбольные болельщики? Напишите.